Выбери жизнь. Сегодня во всем мире миллионы людей пробуют прожить хотя бы один день без табака. Как сделать так, чтобы отказ от курения не превратился в акцию-однодневку, узнавала наша съемочная группа. В одной степени группы риска, и вам нужно обязательно бросать курить. Хорошо, спасибо. В Муромской больнице номер 2 в рамках диспансеризации за текущий месяц прошло обследование 200 курильщиков. Вячеслав и Эльдар в их числе. Главное отличие между ними – это клинические показатели. Все объясняется просто. Вячеслав выкуривает по две пачки в день, а Эльдар избавился от вредной привычки полгода назад. Его стаж был 17 лет. Стал чувствовать себя лучше намного. Запахи стал чувствовать, которые, может, раньше не чувствовал. Вкусы. Если посчитать так за год, в районе 40 тысяч экономишь, когда не куришь. Ну, что, дети маленькие. У меня вот дочка родилась, и я сказал, брошь курить. Вот, бросил. И у меня даже ребенок старший не вспомнит, что я курил. Ну, главное, чтобы самому дойти до этого, чтобы в голове понял, что ты, ну, все, хочешь отказаться от курева. Ну, и тогда получится. Главная цель медиков во время диагностики – определить общее состояние организма. Бесплатно пройти обследование в больнице номер два и получить консультацию может каждый. Чтобы проверить факторы риска, курильщики проходят специальный тест. Это смокелайзер, который определяет концентрацию угарного газа или окиси углерода в выдыхаемом воздухе и показывает, какая степень курения – курильщик или это не курильщик, и какой степени, если он курит. Курильщик – легкая степень, просто курильщик или злостный курильщик. Несмотря на все усилия врачей, статистика курения в нашей стране неутешительная. В России курит 44 миллиона человек. Из них 65% мужчин и 35% женщин. Среди курящих много подростков и детей в возрасте 80 лет. Зависимых даже не пугает риск смерти. Наиболее частым следствием курения является заболевание сердечно-сосудистой системы, это ишемическая болезнь сердца, это онкологические заболевания, злокачественные опухоли легких, злокачественные опухоли рта, глотки, пищевода, желудка и опухоли других локализаций. А вот данные опроса, проведенные группой «Весьмуром» в социальной сети ВКонтакте. По его итогам 65% муромцев не курят и не будут этого делать. Из тех, кто курит, каждый третий готов отказаться от пагубной привычки, если пачка сигарет будет стоить более 200 рублей. Каждый четвертый ради здоровья и комфорта близких, а четверть курящих не бросит сигарету ни при каких условиях. Опрос мы провели и на улицах города. Я курию, к сожалению. Сколько лет вы уже курите? Лет 25. Лет 25. А скажите, что бы вас заставило реально бросить курить? Любовь к жизни, мне кажется, так жить-то все хотят. Да и пачку курить сто рублей стоят, это маразм полный вообще. Вот пельмень, пачку возьмешь. Девушка, например, которая не курит, вот ради нее я бы бросил. Все, когда поспорил с кем-нибудь, и вот насчет этого, да, что неделю, допустим, курить не буду. Ну опять же, может, да, кто-то окружающий, кто-то рядом. Пропагандистам здорового образа жизни приходится разрабатывать новые методы избавления от зависимости. Международный день отказа от табака – это лишь часть той работы. И все же шанс на полноценную жизнь каждый дает себе сам. Регина Ломакина, Александр Барсуков, Новости Мура. Редактор субтитров А.Семкин